Всего за 8 месяцев до окончания The Last of Us разработчики из Naughty Dog начали работать над интерфейсом. Как рассказывает дизайнер Александрия Нианакис, некоторые элементы UI уже были созданы в черновом варианте, но общий дизайн-хат не был утвержден и многие решения не были приняты. Думаю, это доказательство того, что работа над UI самая недооцененная в разработке игр. Это такая не очень важная деталь, приделанная в последний момент. По-моему, интерфейс не заслуживает такого отношения, ведь он сильно влияет на то, как игра выглядит, работает и ощущается. В этом выпуске GameMakers Toolkit я хочу исследовать то, как пересекаются геймдизайн и UI, пользовательский интерфейс. Как показатели здоровья и полоски выносливости влияют на то, как мы играем. Говоря о UI, можно иметь в виду много вещей, например, онлайн-лобби, инвентарь, древо диалогов, меню крафта, страница магазина и тому подобное. Но в этом видео я хочу уделить внимание одному конкретному виду интерфейса. Heads-up display или HUD. Это то, что лежит поверх геймплея, пока вы играете. Итак, первый вопрос. Для чего он нужен и чем полезен игроку? Чтобы на него ответить, я разобью HUD на две части. Первая будет называться «Шкалы», а вторая — «Превью». Шкалы — это то, что мы представляем, когда говорим об интерфейсах. Эта информация в обычной ситуации невидима, но в какой-то момент ее показывают игроку. Например, здоровье персонажа — это цифра, спрятанная в коде игры, а шкала здоровья ее показывает. Поведение противников может быть неочевидным, если бы не визуальные подсказки, вроде конуса видимости, дальности хода или индикатора атаки. Из-за ограниченного обзора камеры важная информация может быть спрятана за экраном. Чтобы помочь игроку, ее отображают индикаторами или на миникарте. Шкалы помогают понять настоящее и будущее состояние игрового мира, так игроки могут планировать свои действия. Вот интересный случай из разработки карточной игры Slay the Spire. На ранних этапах противники не давали подсказок о своих действиях. Игроки не знали, как поступить — атаковать или защищаться. Их решения основывались только на догадках. Чтобы это исправить, разработчики добавили индикатор, который показывает, что противник делает дальше. Так игроки смогли принимать более осознанные тактические решения и использовать колоду с умом. Это что касается шкал. Теперь о превью. Превью — это часть интерфейса, которая показывает, что произойдет при определенных событиях. Например, всплывающие кнопки для контекстно-зависимых действий. Вы их знаете. Нажми Y, чтобы открыть дверь. Нажми X, чтобы сесть в машину. Нажми Y, чтобы залезть в братскую могилу. Эм, что? Превью может выглядеть как линия. Например, траектория броска гранаты. Или индикатор, показывающий, что вы близко, чтобы схватиться за уступ. Это фиксация прицела, которая показывает, кого вы атакуете. Или линия, указывающая путь, по которому побежит ваш юнит. Все превью строятся на одной идее. Показать игрокам последствия их действий до того, как они их совершат. Это помогает действовать, основываясь на знаниях, а не догадках. Для следующего разбора обратимся к Shovel Knight. В третьем DLC у Specter Knight есть прием под названием Dash Slash, который помогает рубить некоторые объекты и перемещаться в другую сторону от них. Изначально Yacht Club Games показывали это взаимодействие изменением позы персонажа. Позже разработчики обнаружили, что это плохо показывает, где и когда это взаимодействие произойдет. А еще, куда переместится Specter Knight по его завершению. В конце концов, команда добавила индикатор, который появляется каждый раз, когда игрок находится поблизости. Индикатор доходчиво показывает, что Dash Slash произойдет по нажатию нужной кнопки. А еще, где именно окажется персонаж после приема. По словам разработчиков, этот элемент был самой важной деталью, которую они добавили, чтобы сделать прием понятным. Итак, индикаторы и превью – очень полезные инструменты, чтобы доносить до игрока информацию. Либо ту, которая происходит сейчас, либо другую, которая произойдет в будущем. Это позволяет игрокам комфортно планировать дальнейшие действия и уверенно двигаться вперед. Но есть один момент. Внутри игры хранятся сотни переменных, и пользовательский интерфейс может показать любую из них. Также можно увидеть превью любого действия, прежде чем оно произойдет. Так, почему же игры не показывают нам все эти данные? Да, больше информации дает преимущество. Но бывают ситуации, когда ее лучше скрыть. Есть такая штука – UX Design. Это эмпирическая и психологическая основа игрового интерфейса. Здесь мы наткнемся на такое понятие, как когнитивная нагрузка. Это теория, которая говорит, что в оперативной памяти человека может быть лишь определенное количество информации. Чем больше мусора на экране, тем сложнее мозгу разобраться. На eye-tracking тестах хорошо видно, как сильно скачут наши глаза, чтобы улавливать всю информацию на экране. Следовательно, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку, мы урезаем UI. Избавляемся от лишней и повторяющейся информации, и той, что нужна лишь для красоты. Но дело не только в том, чтобы убрать часть интерфейса. В некоторых случаях UI может помочь с проблемой когнитивной нагрузки. Например, играя в шутер без интерфейса, вам бы пришлось считать, сколько патронов осталось. 5 или 6? В разгар боя такое легко забыть. В этом случае счетчик амуниции будет очень полезен. Поэтому подходить к наполнению UI надо с умом. Убедитесь, что вся информация на экране необходима и легко воспринимается. Один из способов этого достичь – думать о визуальной иерархии. Это когда мы используем форматирование. Цвет, расположение, размер, анимацию. Чтобы некоторые элементы выделялись сильнее, чем другие. Если вся информация отображается одинаково, сложно понять, на чем нужно сфокусироваться. А если акцентов нет, то важная информация может затеряться. Для примера возьмем всплывающее окно Trespassing в Hitman. Это очень важное предупреждение, но в Hitman 2016 вы могли бы даже не заметить. Эта метка просто появляется под миникарты в углу экрана. В Hitman 2 ее доработали. Метка желтая и мерцает поверх карты, чтобы обратить на себя внимание. В Hitman 3 предупреждение сделали еще лучше. Добавили звуковой эффект. Чтобы проще представить, как работает визуальная иерархия, Зак Гейдж предлагает принцип трех прочтений. Трех уровней визуальной информации, выставленных от наиболее важного к наименее. Зак поясняет это на примере одной из своих собственных игр – Spell Tower. Первым прочтением являются основные элементы геймплея – буквы, из которых вы составляете слова. Второе прочтение покажет важные правила, вроде синих плиток, которые чистят целый ряд, или почти заполненных колонок, которые приведут к проигрышу. Третье прочтение покажет небольшие дополнительные механики. Например, плитки с цифрами могут быть использованы только для создания длинных слов. Разработчики могут распределять информацию по степени важности, а потом проектировать игру так, чтобы только самое важное бросалось в глаза. Так как игры динамичны, может получиться, что информация постоянно перемещается между разными уровнями прочтения. Зак приводит Hearthstone в пример игры, где все время меняется то, на чем вы заостряете внимание. Информация постоянно выносится на первый уровень прочтения, а потом уходит обратно на второй или третий. Еще один способ уменьшить когнитивную нагрузку – задать себе вопрос, нужно ли постоянно показывать на экране все элементы интерфейса. Например, в первой косливании вы могли видеть здоровье босса на протяжении всего уровня. Сейчас оно появляется только во время битвы. Этот принцип может применяться к любому элементу интерфейса. В призраке Цусимы вы видите индикатор здоровья только когда достаете меч, потому что он имеет значение в бою, а не во время исследования. Еще одна популярная причина для того, чтобы отказаться от хада, относится к внешнему виду. Желание разработчиков сделать игры более кинематографичными и иммерсивными, и не засорять красивую картинку ненужными 2D-объектами. Но любой, кто считает, что интерфейс это скучно, скорее всего никогда не играл в Persona 5. Конечно же, дело не только в том, чтобы просто удалить весь хад. Это не должно делаться в ущерб читабельности или восприятию. Подумайте, есть ли другой способ препонести эту информацию. Как я уже говорил, можно спрятать часть данных и показывать их только когда они необходимы. Но есть и другое решение — сделать элементы хад диагетическими. Это когда интерфейс физически существует в мире игры. Самый известный пример — это, конечно же, Dead Space. Чтобы усилить погружение, Visceral Games убрали хад и поместили эту информацию в сам игровой мир. Таким образом, индикатор здоровья Азика и стазисметр встроены в его костюм. Количество патронов показывается на самом оружии. Даже инвентарь выполнен как голограмма, проецируемая на мир. Вы можете видеть примеры этого приема и в других играх. В Metroid Prime хад работает так же, как и в любом другом шутере, но он расположен на визоре шлема Samus. Иногда он трясется или может запотеть. Тем самым, сильнее погружая игрока в то, что происходит, и усиливая связь с главным героем. Но дело не только в стиле и презентации. Делая информацию диагетической, можно прийти к интересным геймплейным решениям. В Alien Isolation вы находите прибор, отслеживающий любые движения вблизи. Это похоже на мини-карту в играх типа Call of Duty. Но так как вы физически держите этот инструмент в руках, вы не сможете одновременно еще и держать оружие. Приходится выбирать что-то одно. Диагетический хад не значит, что вы просто красиво интегрируете датчики здоровья или датчики патронов в окружающий мир. Развивая те идеи дальше, вы сможете использовать элементы, которые не считаются частью UI для передачи той же информации. Например, в Rackfest вам не очень-то нужен индикатор здоровья, чтобы знать, насколько близка ваша машина к краху. Нужен ли вам дополнительный индикатор, чтобы догадаться, что Линку слишком жарко или холодно в Breath of the Wild? Эти идеи можно заметить еще в Super Mario Bros., где здоровье Марио отображалось его размером. Еще одна причина, по которой урезают хад, чтобы сделать игру не такой очевидной. В The Last of Us 2 первые противники, которых вы встречаете, проговаривают слух свои действия. Так у вас появляется больше деталей, чтобы спланировать будущие шаги. Чуть позже вы встречаете другую фракцию, в которой общаются только с Вистом. Свисты были сделаны специально, чтобы игрок не мог их понять. Такие враги кажутся более сложными и опасными, по большей части из-за отсутствия той информации. Более того, количество деталей, которые нам доступны как игроку, может сильно влиять на наше поведение. Разработчики Reigns поняли это, когда работали над своей менеджмент-игрой, вдохновленной Тиндером. Изначально игра показывала точные числа всех ваших атрибутов и как решения на них повлияют. Но во время плейтестов игроки обращали внимание только на то, как оптимизировать цифры. После того, как интерфейс изменили на едва различимые индикаторы, игроки снова стали читать сюжет и действовать полагаясь на эмоции, а не на аналитику. Я думаю, это доказывает, что разработчикам не обязательно полностью убирать хат, но важно оценить, насколько подробным он будет. Хотите, чтобы здоровье отображалось точным числом, индикатором или же абстрактным красным пятном? Все зависит от того, что именно игрок будет делать с этой информацией. Она нужна для точного подсчета или она лишь предостерегает, чтобы игрок искал укрытие? Я уже говорил в этом видео о превью. Чем более подробной будет информация о ближайшем будущем, тем более точные планы вы сможете строить. Например, в Mark of the Ninja вам подробно показывают, что произойдет, когда вы кинете нож в эту лампу. Но если вы уменьшите подробности, например, сделаете информацию примерной или расплывчатой, это мотивирует игрока внимательнее ознакомиться с механиками. Например, пегл. По умолчанию индикатор выстрела показывает, куда полетит шарик до первого попадания. Но после игроку придется рассчитать траекторию рикошета самостоятельно, и это часть кривой обучения. В игре есть способ усилить это превью и видеть дальше, но это уже апгрейд, что показывает, насколько большое преимущество дает эта информация. Кстати, а вы знали, что есть патент на геймплей пегл? Мне кажется, про это можно делать отдельный канал. Так как UI может быть настолько важен, бывает, что его связывают с режимом помощи или со сложностью. Например, в гонках показывают оптимальную траекторию движения на легком уровне, но на более высоком вам придется рассчитать ее самостоятельно. UI может быть использован, чтобы увеличить сложность между режимами или же по ходу игры, как и любой другой элемент. Думаю, это все показывает, что интерфейс может сильно влиять на игру. И если пользоваться им эффективно, он может поддерживать или усиливать геймдизайн. Но что если наоборот? Не геймдизайн влияет на интерфейс, а интерфейс на геймдизайн. В заключительном разборе давайте посмотрим на образец тактического командования Into the Bridge. Эта игра одновременно показывает, что будет делать каждый враг. И все это на маленьком тесном поле. В итоге у вас перед глазами сложная система стрелок и иконок, которые дают полную картину того, что планирует армия противника. Разработчики из Subset Games рано обнаружили, что для того, чтобы система работала, нужно убрать некоторых противников и оружие. Только лишь потому, что их было сложно показать. Например, оружие с цепочкой разных последствий или противников, атакующих большую площадь. Дизайнер Джастин Ма писал «Мы готовы постоянно жертвовать крутыми идеями, но главное, чтобы игра была понятной». И это не единственный пример, где произошло нечто подобное. В Hearthstone на вашем поле может быть максимум 7 существ. Причина в том, что лишь такое количество помещается на экране. Некоторые способности героев были переделаны из-за того, что их было слишком сложно отобразить через UI. В конце концов, если какую-то механику нельзя сделать очевидной для игрока, возможно, она не настолько хороша и её стоит упростить. UI — это не заплатка, которая чинит сломанные игровые механики. Хат нужно делать вместе со всем остальным, а не стряпать в самом конце. Потому что, как и всё остальное в разработке игр, интерфейс — это не то, что делается на вось, или по принципу «так делают все». UI должен создаваться с конкретными намерениями и служить своей цели. Оригинальный видеоряд взят с канала GameMakers Toolkit, автор Марк Браун. Перевод сделала Саша Арефьева, редактура, монтаж и озвучка Кирилл Буянин. Напишите в комментариях, какие игры с крутым UI вы знаете. Саша Арефьев — это не очень приятный. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.